Сегодня в нашей студии врач-эксперт высшей категории станции скорой медицинской помощи Алмагуль Агатаева. Добрый день, Алмагуль Жобулгиевна. Скажите, пожалуйста, какие жалобы пациента могут быть сигналом для диспетчера, чтобы он отправил именно кардиологическую бригаду к нему? Поводом вызова скорой помощи именно для кардиологической бригады – это боли в области сердца, сжимающего, давящего, жгучего характера. Боль будет отдавать в левую руку, в плечо, иногда бывает нижнюю челюсть, появляется общая слабость, одышка, нехватка воздуха и иногда бывает чувство страха. А что должен делать сам пациент в ожидании скорой помощи? До приезда скорой помощи вообще надо прекратить все физические, эмоциональные нагрузки. успокоиться, принять удобное положение, выпить таблетку аспирина, валидола или нитроглицерина и ждать скорую помощь. Есть ли смысл пациенту самому терпеть, пытаться не жаловаться, никому не говорить, как-то скрывать и ждать, пока это всё уляжет само по себе? Вообще сердечную боль терпеть нельзя и самостоятельно лечить тоже нельзя, потому что могут быть осложнения. Надо срочно вызвать скорую помощь. Как часто люди категорически прям отказываются от того, чтобы скорая помощь куда-то их отвезла в больницу, в стационар? Да, бывают случаи, когда больные или родственники отказываются от госпитализации. Тогда бригада говорит об осложнениях, какие могут быть осложнения, последствия. Предупреждают, да. Берут письменный отказ, передают актив в поликлинику. И всё же, когда состояние ухудшается, рекомендуют вызвать повторно скорую помощь. Я благодарю вас за ваши интересные ответы.